По часу с каждой собеседуется. Скажем так, долго реагирует на вопросы. Зато скромные лучше всех работают. Не то, что говорливые, Сергей. Должно работать примерно только 3% населения, чтобы все у человечества было. Ну что, здорово, пацаны. Это блог ролики миллиардера. Самый суровый бизнес-блог с суровыми реалиями русского бизнеса. Суть очень простая. Я поставил себе цель стать миллиардером. И вот это уже шестой выпуск. Следите за тем, что мы делаем. Будет круто. Значит, дайджест по бонофайд. Что новенького у нас произошло? Сейчас все вам покажу, все расскажу. У нас появился новый сотрудник. Он очень стеснительный, скромный. Зато скромные лучше всех работают. Не то, что говорливые Сергей, да? К нам, кстати, скоро придет массажное кресло С-300 косарей, чтобы наши работники могли 15 минут себе в день позволить расслабиться. Вот. А? В какой компании такой есть? Как у Степы дела? Хорошо. Он очень интересно собеседует. К нему приходят в день по 4 девочки. Он заводит их в ту комнату. Самую комфортабельную. По часу с каждой собеседуется. Нравится! Нравится! И он говорит, у нее готовы первые три фаворитки. Вот скоро они придут, мы посмотрим. Будут они умные или красивые? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! В общем-то, хотел бы вам рассказать вам. У нас наконец-то пришла долгожданная поставка оборудования. Вот очень долго ждали. Еще через несколько дней придет еще поставка. Там будет современное пневматическое оборудование. Вот. А сейчас у нас конкретно идет процесс сборки машинок. Да, ставим еще одну линию. Как вы видите, там уже происходит сбор конструкции. Да, там также будет свет. И в дальнейшем туда переведем закройщиков. То есть исключительно эта половина будет швейная, а та будет под закройщиков. Паша, я видел там на доске твоя галочка какая-то стоит по твоим именем. Что это такое? Ну да, мы начали заниматься сегментацией. Мы начали структуризировать ломки за всех наших клиентов. И сейчас дача на прошлой неделе была. Вообще к концу прошлой недели узнать все про своих клиентов. Какие структуры у нас тут все продают с товара. И как мы можем их помочь и что предлагать тем или иным людям. То есть ты это все сделал, да? Да. В прошлой неделе мне все было готово. Поэтому галочка у нас стоит. Я прошу, я не прошу, спасибо. Спасибо. В рамках работы только поздравлю тогда, да? Соответственно, чтобы ожидания совпадали с реальностью. А какая там история с Валберис была? Очень замечательная компания. Они очень, скажем так, долго реагируют на вопросы. Очень большая. У них явно, наверное, какие-то внутрикоммуникативные сложности. Мы обнаружили, что наш товар размещен на Валберисе. Причем цены, ну, не всегда, скажем, адекватные. То есть где-то цена выше, где-то реально ниже демпинг какой-то. Вот. Мы решили взять ситуацию под свой контроль. Это наша корова, и мы ее доим. Долго искали того товарища, который там выставляется. Говорили, что мы теперь сами будем туда поставлять. Человек, наш клиент, спокойно распродает остатки, которые он туда поставил. Ну и, собственно, уходит с Валбериса. А сами мы планируем туда уже, ух, в идеале на этой неделе. А какие еще площадки будут в будущем? Так, ну, у нас сейчас активно прорабатывается ламода. Мы уже заключили договор. Алиэкспресс, Озон, Ебэй, мы везде хотим зайти. Вадим, такой вопрос. Как выбрать поставщиков? Стоит ли тратить деньги на пробники, поездки в какой-нибудь город, страну? Если ты начинаешь свой бизнес с перепродажи? Стоит ли тратить время и деньги? Ну, здесь все очень просто. Если вы заранее знаете, что это достаточно крупный игрок, что у него есть действительно что-то хорошее, он может дать хорошие цены, он не какой-то перекуп, там, самый последний или еще что-то, то, естественно, лучше съездить, познакомиться. Просто ваш личный контакт всегда вам даст, ну, больше возможностей. Когда о вас уже познакомились, вас просто понимают как человека, а не как набор символов в почте или еще что-то. Вот. А, естественно, если поставщик не сильно большой или еще что-то, то достаточно просто запросить, там, какие-то пробники, образцы, и что-то обсудить по телефону и дальше уже думать. Вот. Сейчас мы наблюдаем, как наши сотрудники делают зарядку, а я не делаю. На процентах 80 людей делают зарядку, это очень круто. Это сплочает или сплачивает коллектив, вот. И в целом они очень много сидячей работы, они, ну, занимаются своим здоровьем. Еще мы им витаминки выдаем, чтобы они не болели. Вот. Видите, как мило. Год прошло больше полтора месяца, наверное, как ты с Вадим пообщался. Какие изменения касательно тебя? Отказательно меня. Меня перевели на новую должность. Я теперь занимаюсь отшивом образцов, как швея проработчик. В будущем я вижу себя конструктором, ну, буду стараться развиваться в эту сторону. Вот. Но на данный момент все равно шаг вперед уже сделан, потому что отшив образцов – это непосредственная работа уже в команде. Как бы ты уже общаешься непосредственно с конструктором, ты видишь, как изменяются модели, какие вносятся изменения туда. Плюс мы вот отшили себе такие пояса, где мы носим наши инструменты. Я слышал, что Вестя говорит, что-то случилось со столовой. Что там именно? В столовой у нас появилась новая микроволновка, нам поставили новые столы, стульчики. Раньше был один большой стол со скамейками, а сейчас нам поставили как в кафе. Прямо заходишь, там столики стоят, стульчики вокруг, очень удобно. На самом деле очень приятно, потому что поставили изначально в столовой коробку, в которую мы стали складывать наши предложения, какие-то интересные изменения. Приятно, когда идет общение с начальством. Они на нас откликаются, мы на них. Как бы это здорово, развитие это здорово. Вообще по-хорошему считается, что на сегодняшний день должно работать примерно только 3% населения, чтобы все у человечества было. Причем в достатке у всех квартир, у всех машина, идеальные дороги и прочее. Ну просто если бы у человека не было пороков, мы бы всю армию сразу сокращаем. Зачем? Мы не воюем, мы нормально, мы понимаем, зачем воевать. Не нужна ни политика, не нужны там ни менеджмент, маркетинг, там еще что-то. Бюрократия вся просто сдохнет. Вся вот эта сложнейшая бюрократия существует на сегодняшний день только для того, чтобы предугадать и предвосхитить возможность наеба. То есть все время ищутся лазейки, как бы кого-то там наебать, еще что-то обмануть. Я это сейчас вижу прекрасно, как бы уже сверху вниз, когда смотрю. Почему это сделано? Да потому что мы люди, существа порочные. И вот все вот, в принципе, почти все профессии, которые сейчас ты назовешь, кроме производства, там науки, там может искусства, еще чего-то, они не нужны на сверший день. Real talk! Think about this, man! Да, ребята, в общем, вы будете выбирать. Я спрошу вас здесь и запущу еще голосовал куда-нибудь, ВКонтакте или еще где. Дело в том, что лично мне, Хроники и Миллиардера, не сильно нравится название. Оно отражает суть, да, то есть это Хроники, мы их записываем, как мы идем к этой мечте, к цели. Но со стороны обывателя, который не знает, что это, как это, очень, покажется, отталкивающе и пафосно, вот. И заблаговременно как-то настраивать на негатив. По крайней мере, я бы так точно сработал. Все, какой блогер, да пошел, ну, все, какой вообще миллиардер. Мы хотим более молодежное название сделать. Оно из КВНа. Было там что-то... Винни-Пух общался с пятачком что-то там, и был там промет, типа, No money, no honey. Нет денег, нет меда, вот. И, в общем, выбирайте между Хрониками Миллиардера и No money, no honey. Ну, и можете свои еще предложения оставлять в комментариях. Ну, в общем, что, подводим итоги марта. Я выписал наши оборотки с июня. Как вы помните, я ставил задачу сделать в марте двадцатку, но не вышло, что-то в конце как-то все приостановилось. пристопорилось, и вышло только вот 19,2. Вот, произвели мы в этом месяце на три с половиной тысячи изделий больше. Примерно в цифрах это, типа, 11-12 тысяч в том месяце, сейчас вот 15-15 тысяч в этом месяце. Я думаю, что в апреле сильно не приплюнем, но давайте поставим планку 21 пока что. То есть закрепим результат без всяких выкрутасов. Давайте мы хотя бы ее достигнем и чуть-чуть перерастем. Ну, официант почти нового. Кирилл, пронитей, перенес огонь людям. Облагораживаем вашу память, чтобы вам хорошо работало. И мне деньги платили.